Добрый день всем! Сегодня 23 ноября 2016 год. У нас на градуснике где-то на плюс 7, плюс 8 тепла. Приехал сегодня, как давным-давно хотел. И многие этого ждали. В Суко. Буду снимать Кипарисовое озеро. Прикреплю карту. Посмотрите, как сюда добраться. Наверное, сделаю от Анапы. Скорее всего. В общем, приятного просмотра. Надеюсь, вам понравится, как и мне. Я пешком еще не ходил. Машину буду оставлять перед Швакбаумом, чтобы не платить 500 р. В общем, погнали! Наше путешествие к Кипарисам начинается в Витязево. На пересечении улиц Горького и Короткое. По улице Верхняя Дорога, также ее называют Пьяные, мы выезжаем из поселка на Симферопольское шоссе. В сторону Анапы. Здесь мы проезжаем Анапский ЖД-вокзал, Чембургское озеро. Пост ДПС. И въезжаем в Анапу по улице Крестьянская. Проехал два светофора, поворачиваем вправо на проезд солдатских матерей. Далее по улице Парковая двигаемся в сторону Красной площади. Не доезжая ее, по объездной на кольце поворачиваем направо. Затем на Субцехское шоссе влево. Через Субцех въезжаем в Варваровку. И далее по улице Калиния двигаемся в сторону моря. Проезжая Варваровскую щель, не забудьте посмотреть на красивейшие панорамы, которые завораживают. Езжая в Сукопо, улице Утрической, нам надо свернуть налево на центральную улицу, которая перейдет в Советскую. И по ней уже доехать до треулка Речного, где и припарковать машину. Весь путь длиной в 30 километров можно преодолеть за 40 минут неспешно ездить. Ну а дальше приглашаю вас прогуляться со мной пешком до озера. В общем, поставив машину на парковке вот тут, комнатной прогулочке, выдвинулись к Кипарисовому озеру. Посмотреть, что там, как там, что почем. Очень интересно. Конечно, хорошо, что сделали бетонную дорогу туда, закрыв полностью все проходы и заезды. Вот по вот этой бетонной дороге можно будет до сюда доехать. И вот, собственно, как выглядит приезд в озеро. Вот оно, озеро. Информация, это что-то ценников уже нету. К озеру нет, шарбаумы. Пойдемте. Вот, можно велики на прокат сделать. Так же, он какой-то паровозик катается для тех, кто приезжает сюда на экскурсию, на автобусах. Сейчас вот пока заброшенное запустение. Но летом, когда я здесь был, было довольно-таки очень много людей. Даже освещение сделали до самого озера. Это было прикольно. На машине, конечно, гораздо быстрее все это было. Сюда добраться. Свои местные жители здесь катаются вообще. Рыцарский турнир, заезд тоже здесь, тоже там ездил. На джипинге, когда был. Типа замка стилизованная. Ну, на самом рыцарском турнире я не был, к сожалению. Сюда, вот по этой узкой дорожке мы заезжали. Он там вот находится. Здесь какой-то ландшафтный дизайн, может, ряд. Пальма, не пальма. Как это выглядит. Погода, кстати, тут ветерок поднялся, меньше деревьев. Вот, когда вышли из машины, было вообще классно. Солнечное, тепло. Ой, прям такая классная ощущение и радость. Оттого, что мы все-таки выбрались в такую погоду сюда. Вот эта бетонная дорожка, она появилась буквально в прошлом году. Еще какое-то ответвление. Буквально перед самым сезоном мы ее взяли очень быстренько и залили. Поставили швак-баум и сделали платный въезд. Видите, классно, с освещением, зато облагорожено. Ну, конечно, 500 рублей с машины. Вообще, зимой я не готов был бы заплатить. Ой, кстати, можжевельники, видите, стоят зелененькие. Они самые и есть. Все вот, которые зеленые, кустарники, на самом деле, можжевельники. И вот, по идее, вырубка их запрещена, потому что они находятся под охраной. Вон, еще парочка идет в обратную сторону. О, можно снять такую панорамку, поднялись на первую высоту. Так вот у нас все это выглядит. А то наверх, еще куда-то заливали дорогу, может, какое-то другое без подъезд. Ну, нам надо видеться прямо. Кстати, вот эта джиппинговая экскурсия мне, в принципе, понравилась. Хотя я в ней участвовал фотографом именно. То есть, мне специально понравилось, чтобы я фотографировал маму и двух ее сыновей. Сыновьевка, то сказали, папа, ты специально взяла его, чтобы он нас мучил. Это так, что-то запомнилось. Погода кайф. Если бы еще не легкий ветерок, было бы вообще хорошо. Надеюсь, ветерозащита и то, как я спрятал сегодня микрофон, это мне поможет. Я, честно, вот когда ездил на джипе, там же отсмотрел фотографии, что получилось, что не получилось, что надо снять. По сторонам мало смотрел, но он сейчас иду, граждане, наверное, круче. Все же вот такие пешие прогулочки. Смотрите, как высылки. Уживельник и нот. Очень-очень много лет, но чтобы они выросли, у них очень полезный воздух, который они выделяют. Также их древесина считается там полезной, из них делать всякие подушечки, досточки, чтобы они пахли в домах. Но потом, как выяснилось, что многие подделки из можжевельника рядом с можжевельником даже не были. Всякие ароматизаторы. И все. Мне интересно, что там с кипарисами, как они выглядят сейчас, в этом году, когда они были красные. Не знаю, сейчас есть на них, если нет, но там было так грязно, что особо не хотелось туда ехать. Сейчас, по идее, подмораживало. Дождей не было, должно было подсохнуть. Вот, смотрите, сколько их, как они красиво смотрятся. Вот, уже приближаемся к самому озеру. Осталось совсем немножко. Очень мне нравится видео, если кому-то грустно, скучно смотреть, допустим, вот эту дорогу. Можно перемотать, показаться сразу в нужном месте. Ну, на самом деле, тогда не ощутишь всех прелесть именно этой прогулки. Не поймешь, ты хочешь ее сообщить или нет. Поэтому я не ускоряю свои видеоролики. А я делаю как есть. Вот так вот, склон обсыпается немножечко. И нам остается, вот сейчас будет открываться этот вид на озеро. Ой, это вообще круто-круто. Чуть не провалился. И вот с левой стороны, с левой стороны, нашему виду открывается полу высохшее озеро Кипарисов. Воды, конечно, я вот отсюда вижу, но видео очень невидимно. Вам еще немножко надо будет подождать. Я залезу тут повыше, сниму для вас его. В общем, гораздо оно более многоводное в летний период было. Не знаю, кстати, с чем это именно связано. Почему было вот так настолько больше воды. Ну, допустим, тех, кто был... Летом помню, что уровень воды был вот здесь вот. Вот это в воде все было. Вот. Сначала покажу вам озеро. Как оно выглядит. Вот там вот, вон туда, за углом мы пойдем. Там находятся саменькие парисы. По-моему, на них еще листики имеются. Может быть, мне повезет сделать красивые фотографии на них. Ну, пляж тут, походу, что-то будет переделать. Потому что, смотрю, трактора ездили. Там такая вот чаша. Ну, вот оттуда я пришел. Смотрите, как облака, да, смотрятся-то контрастно. Красиво. Фотографии, которые сегодня будут сделаны, смотрите в моем инстаграме. Юра Озаровский. В ВКонтакте появятся. Юра Озаровский. Мы продолжаем нашу прогулку. Тут заливает... О! Стенка вот эта осыпается таким звуком. Заливается опорная стена еще. И мы двигаемся дальше. Людей вот только одна парочка встретила. Больше живых тут никого не вижу. Летом тут очень много народу. Даже по 500 рублей. То есть приезжают купаться в озере. Вот сейчас практически никого нет. Вот, как выглядят склоны с можжевельником. Вообще красота. Ну, вон уже то, что подрезали. Просаживается грунт. Надеюсь, ничему плохому это не приведет. Здесь все равно стоят какие-то катера. Может где-то даже кто-то сидит и что-то сдает в аренду. Ну, я вот вообще признаков жизни, честно, не вижу. Ролеты, арбузы. Такое, фильма, 28 дней спустя. И никого нет. Апокалиптическое настроение. Да, глубина, конечно, в озере была здесь бешеная. Я потому что был вот здесь вот буквально от этого бетончика. Ну, может, это был. То есть чуть-чуть ниже уже был уровень воды. То есть я вот сейчас вижу, насколько там глубоко дно уходит. Как будто вообще. Озеро сейчас такое маленькое смотрится. Вон они, кстати, вылазят такие парисики. И они вроде бы еще рыжие. О, я вижу одного человека, который там пасется на берегу. Сейчас мы до него тоже дойдем. Ловля рыбы запрещена. Штраф пять тысяч рублей. Блин. Администрация. Что за администрация? Чего администрация? И получается, не было возможности для того, чтобы вот так вот пройти по берегу. Потому что здесь везде стояла вода. А сейчас я смотрю наоборот. Вполне это возможно. Мангальчики везде стоят. Интересно, если плач. Вот заказ беседок написан. Жесть. То есть просто так, что получается, нельзя приехать. Я вот думаю, пойти по бетонной дороге. Или пойти под берегом. Думаю, если что, пройду туда по бетонке. А на обратном пути можно будет снять видео и пройти по краю озера. Ну, либо там завершу. Вот, смотрите, открывается вид. Знаете, могущественных кипарисов. Такие небольшущие. Почти до них добрались. Но что-то меня не радует. По-моему, возле них стоит вода. В общем, я ждал, ждал, ждал. Воды нынче не стало. Ну, ладно. Единственное, что немаловажным фактором все-таки является. За что я все-таки, наверное, согласен с этим. То, что въезд платный. Потому что очень чисто и практически нет мусора. Это очень круто на самом деле. Потому что оно потихонечку загаживалось. Это место. А то, смотрите, вот какие беседочки красивые стоят на берегу. Такая вот атмосфера среди гор, конечно, шикарнейшая. Купание запрещено. Вовля рыбы запрещено. Вот не пойму понять. Вот. Вот эти, во что превращается. Когда сюда приезжают наши хорошие люди отдыхать. Вот мусор. Передаем привет тем, кто отдыхал в этой беседке. Ее так и засрал. Не, вон, кошак лежит. Греется на солнышке. Вообще атмосфера нереальности, конечно, преследует. Тут я наблюдаю даже осень какую-никакую. Листики. Вот такая у нас печалька, что нет такого, что листики как бы на деревьях. Желтеют, краснеют. Как обычно на том же самом Урале. У меня вся осень всегда сравнится с Уралом. Пусть красивее нигде не видел. И у нас не сразу чернеют, а падают. А какие-то остаются зеленые. Плетучийся какой-то венок по деревьям. Либо как мошевельники. А что, как-то так. В другом такая вообще нереальная тишина. Можно, конечно, переживать, что мало работы у меня сейчас. Но вот видите, есть такая возможность гулять. Всего поработать, наверное, сюда бы в этом году вообще не попал. Мне вот чем-то вот это путешествие напоминает мою поездку в Абхазию. Там тоже на озере Лица, когда мы его объезжали. Примерно такие же дороги. Только там более так, все это эпично. И высоко обрывы. Больше это как бы мини Лица. О, первая машина, которая у нас встретилась. Наверное, тот мужичок, который мы увидели, был внизу. Отсюда я его почему-то не вижу. О! О! Отойдя, я какую-то птичку мы нашли. Вот сидит. Кто это? Отдвинемся дальше. Единственное, что, наверное, камеру будет чуть подтрясать. Потому что очень много всяких разных подъемов, спусков. И не получается поплавнее идти, чтобы более качественно снимать. Вот это прошу простить меня. Так уже столько сделал, чтобы перепробовал разные форматы, методы съемки. Осталось только стадикам еще, чтобы это искать, чтобы более лучше. Но я сейчас смотрю в сторону электронных стадикамов. Там, в принципе, более двух часов я съемки не веду. Но их на это время хватает. Может, надо будет в следующем сезону приобрести такой. Тогда будет вообще классное, думаю, видео. Вот, в общем, на этом месте шлем от велика или чего-то там валяется, что-то. Кончается бетон. И пошел, пошел. Раньше вот как выглядела эта дорога. То есть именно вот так вот. Никому не за что не надо было платить. Просто пришел, пошел. Такие вот укромные места, я бы сказал. Можно в леса уйти, в горы. Пойдем к озеру. И, собственно, вот так вот открывается вид на кипарисы. На них еще есть, немножко листьев. Это значит, мне повезло. Такая вот красота. Сейчас я вам отсюда сделаю небольшую панорамочку. А вон, мужичок там вот сидит. Походу, рыбывает. За которую пять тысяч штрафа. Говорится, нам это не важно. Вот честно, летом здесь был. Здесь. Ой, тут уперся уже здесь. Вот до сюда доходила вот вода. Вот до этих мест. То есть, вот это все стояло в воде. Там люди купали, залазили на эти кипарисы. В общем, сейчас будем что-то там пытаться изобрести. Ну, сейчас сначала до них дойдем. Потом будем пытаться сделать красивые кадры. Так. Надо сделать фотографию с телефончика. Если что, поставить на заставочку. Да, конечно, грязновато. Грунт все-таки напитался здесь влагой. Так, чтобы без потек было сухо. Получается. Налипает на обувь. Тут, по-моему, кусты посрезали. Здесь были еще деревья. Их что-то вот в ветке не стало печально. На Нивах, на тюпах, что ли, катался. Либо, может, воды было поменьше. Ну, прям по делу машина видно ездила. Так же, вот эти вот все горы. Как оно красиво смотрится. Все в можжевеловых костах. Во всех класс. О, кстати, тут табличка есть. Что-то написано про можжевельник. Сейчас пойду к ним подойду. Почитайте. Видите, какие-то вон столики есть. Что-то, мне кажется, не особо там получится. Вот, смотрите, какие-то сказочные такие деревья. Выглядит... О! Кстати, прогулка всего 12 минут на них заняла. От забора. Не думаю, что это очень много. Он у нас, как-то рядом. Сейчас, скажу, до вывески. И потом попробую максимально близко подойти к ним. Вот так вот можете поставить на паузу и прочитать. Киприс болотный. И до Кипра. О, тут народ городил. Я смотрю, мосточки. Чтобы можно было в более красивых к ним подойти. И вот очень переживаю за света, который я пришел к этому, кстати. Видите, мусорные мешки. Лавочки всякие. Чего тут только нету вот этих кипарисов. Ну, кстати, тут такая грязь не сильно плохая. Мешочки, говорит, скидывайте мусор, не мусорьте там. Что очень хорошо. Попробую до них дойтись. Дойтись. Смотрите. Чпок, чпок, чпок. И мы добрались. Вот до кого-то. Красиво-красиво-красиво-красиво. Тут такие повис. Вот видите, ломаете ветки от них. Вот тут вообще еще красный весь стоит. Вот такие вот елочки растут. тут кстати тоже было он лет еще остался заморожены землю не можно более-менее хорошо ходить я значит я не ошибся у его как тут красиво и я чувствую нужно мне сегодня все получится земля промерзшая поэтому все классно вот против солнышка какая красота камерами на самосе не передаете мы снимаем солнечко ну будем пробовать что-то красиво изобразить еще покажу что как с этой стороны шкурак шкурак звуки по болоту двигать мои кроссовки же превратились в полный жесть но у меня символов даже попробую пробраться поближе к воде и крайне кипарисом чуть не упал так вот выглядит кипарисовое озеро с этой стороны так вот выглядят кипарисы вот такая очень красота спасибо всем тем кто досмотрел этот ролик до конца вот они кипарисы на заднем фоне от меня я сам давным давно хотел сюда попасть сделать этот красивейший видео обзор надеюсь вам понравилось поставьте лайк поделитесь этим видео со своими друзьями в любых социальных сетях я буду вам за это очень благодарен в общем пока пока до новых встреч и приятного просмотра вам всех основных моих видео роликов до свидания всем пока спасибо спасибо �